Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Напомним, завод по переработке Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, 3 мая текущего года, день возрождения карачаевского народа, объявлен указом главы карачаевщики Серашидом Темрезовым нерабочим праздничным днем. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 3 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Делегация карачаевщики примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет в Минеральных водах 3 и 4 мая. Регион представит Министерство туризма и курорта в республике совместно с предпринимателями турбизнеса и туроператорами. Кавказская инвестиционная выставка – это пространство для презентации проектов и возможностей регионов Северокавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонние оценки инвестиционного потенциала, а также поиска новых направлений и решений для бизнеса. Ключевыми мероприятиями выставки станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО», роль инвестиции в развитии макрорегиона и заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северокавказского федерального округа Александра Новака. В проекте деловой программы предусмотрены для обсуждения вопросы развития туризма, молодежного предпринимательства, агропромышленного комплекса. Будут также рассмотрены особенности рынка труда, повышения банковской активности, ЖКХ и энергетики. В Карачаеве утверждена оригинальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, которая разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В рамках данной программы на территории республики будет построено и реконструировано 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения общей протяженностью 129 километров 600 метров сетей в 8 муниципальных районах региона. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах республики. Уже в текущем году в рамках данной программы начнутся работы по строительству двух объектов водоснабжения общей протяженностью более 23 километров. Строительство первой очереди разводящих сетей водопровода на 28 улицах села Дружба, магистрального водопровода в этом же населенном пункте. Энергетики филиала Россети «Северный Кавказ» Корчатчикеск Энерго в текущем году в рамках реализации ремонтной программы смонтируют на линиях электропередачи 110 киловольт 315 птицезащитных устройств. Оборудование установят на ЛЭП «Невиномысская» ГРС «Академическая», «Зеленчук-Касаева», «Зеленчукская» ГАЭС «Зеленчук», «ГЭС-2», «ГЭС-1», «Северная Кавказская», «Хабес-Кошхабль» и «Зеленчук-Академическая». По оценкам орнитологов, в Корчатчикесе обитают более 270 видов птиц, поэтому для сохранения популяции птиц и предотвращения возможных технологических нарушений в сетях, энергетики филиала ежегодно оснащают линии электропередачи птицезащитными устройствами. При этом такой способ защиты элементов ЛЭП не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах. Аудиолекции по финансовой грамотности продолжат звучать на национальных языках республики. В прошлом году сотрудничество оригинального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачао-Черекися» подарило жителям республики уникальную возможность проводить досуг с пользой, слушая аудиолекцию о грамотном финансовом поведении на родном языке. Вниманию жителей были представлены 10 лекций на актуальные финансовые темы, переведенные на карачао-черекеский, абазинский и нагайский языки. А в ближайшее время будет переведено еще 5 аудиолекций, слушатели которых узнают, как не потерять деньги, продавая вещи в интернете, как следовать финансовому плану семьи, как быстро перевести деньги по номеру телефона, выбрать кредитную карту и вернуть ошибочный перевод. Переведенные лекции по мере готовности пройдут в радиоэфирах ГТРК, а также будут загружены на официальный сайт телерадиокомпании. Восемь медалей и четыре путевки на чемпионат мира. Такие результаты показали спортсмены карачао-черекесии на чемпионате России по борьбе на поясах в Грозном, который собрал 268 спортсменов из 26 субъектов в России. Победителями стали Азамат Татаркулов, Канамат Декушев, Алан Ачабаев, Арсен Мусалаев, Шамиль Балачи, Вислам Лаипанов, Алан Тикейв и Рустам Кубанов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят нашу страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в июле текущего года в Казахстане. Команда из карачао-черекесии заняла третье место и впервые оказалась в числе призеров. На прошедшем всероссийском турнире по шахматам в Ингушетии приняли участие восемь команд. В состав нашей команды вошли Муса Абреков, Заур Тикеев, Мухтар Лаипанов и Аслан Тишелев. А в упорной борьбе они заняли третье место и впервые оказались в числе призеров. В Усть-Джигуте прошло первенство карачао-черекесии по борьбе на поясах среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященной столетию Министерства спорта России. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов со всей республики. Победителями стали Ислам Татаркулов, Алим Байкулов, Денислан Тибуев, Амир Чомаев, Умарали Джамбаев, Салим Семенов, Ислам Дженни Беков, Ринат Бастанов, Станислава Бессонов и другие. Ну и последняя информация. Одно золото, два серебра и три бронза завоевали наши боксеры на первенстве Северокавказского федерального округа по боксу в Натчике среди юношей 13-14 лет. В своих весовых категориях победителями стали Ибрагим Мамаев, Мухаммад Хачуков, Ильдар Шевзухов, Имран Баров, Аслан Айбазов и Батал Комратов. Они получили право выступить на первенстве России по боксу. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. А в горах местами плюс 3,8 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесске утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 16 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Новостной блог провела Рита Нирова. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.